Крым в истории Отечества Крым столкнулась с целой коалицией европейских азиатских государств против себя, и военные действия разворачиваются в основном именно на территории Крымского полуострова. И тогда, может быть, впервые общероссийская известность получил город-крепость Севастополь, его знаменитая оборона, которая длилась почти год, и которая опрокинула надежды оппонентов России быстро захватить. Но не случайно выставка расположилась в стенах музея Горки Ленинский. Хозяйка усадьбы Горки Зинаида Морозова, как богатейшая женщина России, имела много владений. В начале 20 века в Крыму в Мисхоре Савва Тимофеевич и Зинаида Григорьевна Морозова приобрели усадьбу. Все свое имущество и землю, и само строение они сразу же застраховали на довольно приличную сумму в размере более 50 тысяч рублей. На одном из стендов можно увидеть и фотографию дачи, и квитанцию московского страхового от огня общества. В 19-20 веках Крым стал местом, куда съезжалась политическая и творческая элита России. Художники приезжали на пленеры, поэтов и писателей природа полуострова вдохновляла на новые произведения. Проще, наверное, назвать каких-то деятелей русской культуры, которые не были в Крыму, чем те, которые были. В советское время граждане страны тоже любили отдыхать на побережье Крыма. Именно поэтому, когда в середине 50-х годов Крым был передан Украине, а после в 90-е Украина объявила себя независимым государством, народ продолжал считать полуостров русской землей. Наверное, население Крыма так легко в 2014 году приняло решение о воссоединении с Россией, о воссоединении единого исторического пути. Все-таки один язык, одна культура. Об этих событиях, которые и произошли пять лет назад, рассказывает последний стенд экспозиции. На нем самые важные исторические кадры – подписание договора о вхождении Республики Крым в состав Российской Федерации. Посетив горки Ленинские, загляните и в научно-культурный центр. Посмотрите экспозицию.